Добрый вечер! Сегодня сотни пермяков опоздали на работу на Соликамском тракте, произошла авария и, как водится, весь транспорт встал. У меня личная просьба к работодателям. Ну, не ругайте вы своих сотрудников, они же все-таки не виноваты. Ну, а прямо сейчас о других поводах для разговора и на работе, и дома. Школы превращаются в крепости, но насколько в них безопасно детям? Испытания холодом, коммунальные сети оказались слабым звеном. Своё уже отпечатали. Обязательно атрибут документа доживает последний год. От Перми до Лиссабона Европа готовится принять культурный марафон. В пермских учебных заведениях пока не собирается усиливать меры безопасности в связи с чрезвычайным происшествием в одной из столичных школ. Сегодня в московском районе Отрадное, в школе номер 263, старшеклассник убил полицейского и учителя, а также захватил в заложники два десятка учеников. В подобное, конечно, верить не хочется. У нас переживает вся редакция. Непрерывно находиться с детьми должны педагоги. И в первую очередь безопасность детей внутри школы осуществляется, конечно, силами педагогов. И в течение перемен, а тем более в течение уроков, у них есть по этому поводу определенные обязанности, прописанные в должностных инструкциях, и они их выполняют. То есть, все же, главная составляющая в обеспечении безопасности именно внутренней – это составляющаяся педагогическая. С тем случаем, который произошел в городе Москве, мы еще раз обратили внимание всех руководителей образовательных учреждений, муниципальных, на соблюдение требований безопасности, как общегражданской, так и пожарной. Коммунальные сети города не выдержали испытания холодом. Нам сегодня позвонили жители сразу нескольких районов. Люди остались без воды по самым банальным причинам. Теперь каждое утро Владимир Дериндеев начинает со звонка в управляющую компанию. Причина банальна – в доме нет воды уже с четверга. Коммунальщики отреагировали быстро, в тот же день отправили рабочих. Но с прошлой недели ничего не изменилось. В четверг я был спокоен, думаю, ну сделают. В пятницу я опять забеспокоился, начал звонить. Типа, работа продолжается, все-все. Но в основном говорят уже неаккуратно, невежливо, скажем так. Ну ладно, я говорю, вы не скажите. На выходные мне что предпринимать? Может мне уехать в другое место, потому что у меня приспели ездить жить-то в другое место. Вы мне скажите. Говорит, типа, все будет сделано. В итоге уже пятый день жители сидят без воды. В морозы водопровод промерз насквозь. Трубы замерзли, и людям приходится ежедневно покупать по 20 литров воды. Элементарно, чтобы умыться, приготовить поесть или попить. За два дня на эти бытовые цели ушло более 20 бутылей воды. Растопить лед в трубах пытались еще на той неделе. Сегодня тепловую пушку, наконец, направили прямо на водопровод. Для этого пришлось вскрыть пол в одной из квартир. Другая вещь, надо вскрывать пол и отсюда уже залазить и отогревать трубы, потому что другого пути уже нет. Рабочие из управляющей компании винят в случившемся жителе. Дескать, они неплотно закрывают дверь. В те, когда так же было, в минус 35 водок. Все, замерзло. 37. 37 даже, да. Двери не закрывают никому, доводчиков. Да, дела нет. Воду людям обещают, но только тогда, когда окончательно отогреют водопровод. Ну а летом, во время планового отключения воды, уложат дополнительный слой изоляции, чтобы подобных аварий впредь не случалось. Рустам Багизов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». 4 и 5 февраля Краевая инспекция государственного жилищного надзора проведет опрос жителей Перми о качестве уборки снега с проезжей части, тротуаров и дворовых проездов. Оператор попросит ответить на вопрос, и стали ли в этом году лучше убирать снег в Перми. Качественно ли выполняется уборка снега с проезжей части, тротуаров, дворовых проездов. Насколько качественно вывозится снег с улиц города. Позвонив по телефону 237-74-54, Пермикам необходимо будет сообщить, в каком районе города они проживают, адрес места жительства и организацию, которая управляет их домом. Звонки будут приниматься с 9 утра до часу дня и с 2 часов дня до 5 часов вечера. Часто задумываясь о смене жилья, люди в первую очередь рассматривают квартиры на вторичном рынке. Так удобней, заезжай и живи. Но стоимость ее на порядок выше новостройки. Так что если ситуация не критическая, лучше рассмотреть как можно больше вариантов. А они есть. Снова в дом. Ура! Ключи от квартиры звенят как первый звонок на школьной линейке. И пусть Ксении Осиповой всего-то два года, но даже ребенок ощущает всю важность этой минуты и понимает, что она теперь стала первым по счету жителем дома. А эти ключи в руках – начало новой жизни. А Ксюша, может это будет твоя комната? Осиповы шутят. Здесь можно было бы разместить личный кабинет главы семейства. На самом деле это гардеробная. Ее решили включить в планировку по желанию жителей предыдущих домов, которые также были построены компанией «Кортрасперм». Не надо будет платить за лишнее. Будет по этому датчику все показывать, сколько тепла. А это, можно сказать, батарея с краном. Владимир показывает, как с помощью регулятора следить за погодой в доме. В морозные дни можно согреваться, а в теплые включить отопление на минимум. И ведь никакого кондиционера не потребуется. Гардеробная. Три с лишним метра. Кухня 13 метров, если не больше. И удобная комната, изолированный коридор. Дом очень красивый. Я все мечтаю, когда мы уже скорее здесь делаем ремонт и переедем. В доме номер 61 на улице Куйбышева есть все необходимое. Парковка над и под землей, детская площадка и даже лифт для маломобильных граждан. А ведь здание возвели всего за год, на 9 месяцев раньше срока. Для Перми это рекорд. Мы стараемся, да. Мы стараемся воплощать мечты, потому что в данном случае квартир было очень много приобретено по ипотеке. И сдача ранее, чем на полгода, дает возможность людям снизить процент по ипотеке, что очень важно для молодых семей, которые как раз здесь поселились. Новые проекты федерального значения идут у нас на подходе в Питере и в Москве. Пока в Перми у нас объекты не столь крупные, но тем не менее проекты, за которые нам можно гордиться. Квартал на Механошино получил престижную федеральную премию за комфортную среду. Новый дом на Куйбышево – это дом высокого класса и высокого качества. Строительство ведется во многих регионах – от Москвы до Сочи. Группа компании «Кортрес» – один из крупнейших девелоперов в России. Правоприемник, хорошо известный на отечественном рынке недвижимости – группа компании «Реновостройгрупп». Теперь на очереди у застройщика следующий проект «Астра». Анастасия Бетухова, Дмитрий Мелкомуков, телекомпания «Ветта». Отечественный бизнес избавит от печатей. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством экономики России. В течение года новый порядок должен вступить в силу. Олег Хватский представил жизнь без печатей и вот что из этого получилось. Обязательный атрибут документа «Печать» доживает последний год. Сейчас изготовление печати компании – один из важных этапов сопутствующих госрегистрации. Исключая такую обязанность из закона, сократится общая продолжительность процедуры на один день. А сама постановка на учет подешевеет примерно на одну тысячу рублей. Например, в Гражданском кодексе, по большому счету, печать организации как обязательный реквизит не предусмотрена. Закон о бухгалтерском учете перечисляет перечень необходимых реквизитов, печать там не содержится. Действительно, у индивидуальных предпринимателей в России никогда не было прямой юридической обязанности использовать печать, но остается фактическое. Банки требовали печати у своих клиентов до 2006 года. Когда вмешался Центробанк, сейчас печать нужна для заключения определенных договоров, для бланков строгой отчетности, путевых листов и для трудовых книжек. В печати обязательно должно быть наименование предприятия, полная либо сокращенная организационно-правовая форма отражена и ННН, ОГРН. Послабления соответствуют зарубежной практике и позволяют предпринимателю выбирать средства и способы защиты своих бумажных документов. И уже очевидно, от реформы больше всех выиграют поставщики электронных подписей. Мы все живем в условиях развития электронного документа оборота. И подавляющее большинство организаций давно не используют печать, не ездят в банк, а пользуются системой банк-клиент. Сейчас в Пермском крае 80% предприятий сдают отчетность в виртуальном виде, а все участники госзакупок работают с электронными подписями. Однако сбрасывать со счетов привычные штемпели тоже рановато, ведь по привычке многие предприниматели просят печати на накладные, счета, соглашения. Там, где это даже по действующим нормам не нужно. Многие все равно покупают и ставят печати в декоративных целях. Олег Хватский, Максим Фофанов, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». За рубежом каждый раз удивляются просьбам россиян проставить в бланки командировочные. Печать – это вообще чуть ли не музейная реликвия. Но есть и то, что нас сближает эта культура – от Перми до Лиссабона одна большая Европа. Эту идею уже многие поддержали. Репортаж Дмитрия Кутявина из Страсбурга. Мы много раз слышали, что Европа начинается в Перми. А летом, 12 июня, мы это еще и увидим. В нашем городе начнется паневропейский фестивальный марафон от Перми до Лиссабона. Европейские депутаты из Комитета парламентского сотрудничества России и ЕС инициативу уже поддержали. Я поддержал эту идею. Я считаю, что отличная идея, потому что такие культурные обмены позволяют нам учиться друг у друга. Ведь наши отношения построены не только на бизнесе, газе и проблемах, которые у нас есть. Мы связаны к культурным пространством, пластом культурной истории. И знать это важно для отношений, поскольку улучшаются взаимоотношения между людьми. Культура, язык составляют самые прочные элементы самоотождествления, идентификации, идентичности. То, что очень важно. И когда мы здесь имеем переговоры, очень важно знать, почему вот этот исторический момент такой чувствительный для наших российских партнеров или других партнеров. Или здесь в этом сообществе Евросоюза, где 28 стран с различными национальными самоотождествлениями, национальными чувствами, культурой. Действительно, культура – это очень важный элемент. Фестивальный марафон приурочен к 2014 году, провозглашенному в России Годом культуры. Цель не только продемонстрировать единство культурного пространства Старого Света, но и подчеркнуть необходимость построения Европы без искусственных разделительных линий. Марафон начнется в Перми, далее в его маршруте Рига, Прага, Вена, где запланированы российско-австрийские культурные сезоны. После этого презентации российских регионов пройдут на Мальте. Завершится марафон в Лондоне и Лиссабоне. Сегодня много говорят об экономике, например. А экономику мы не сразу сдвинем. Это мы должны принять какие-то законы, потом это реализуется в исполнительных органах, и там будет какая-то позиция. А вот такие вещи, как культура, спорт, языки – это очень важно, и мы это уже в сани депутаты сдвинуть. И здесь Андрей Климов выступал с инициативой о проведении некого марафона, который пройдет по европейским столицам. Я предложил провести музыкальный балтийский фестиваль, который идет от Юрмалы, будет там, скажем, в Литве, будет в Калининградской области, что важно для России. Будет и в Польше с опытом, и будет Германия, вот будете с кнутом говорить, это Гамбург. То есть эти очень важные такие моменты, о которых они сегодня звучат. Культура является самым лучшим и самым позитивным дипломатом. Это возможность сближать не только профессионалов, но и людей, которые не говорят на одном языке. И это необходимо использовать, так как Россия обладает уникальной культурой, сокровищницей, огромного количества талантов, произведений, искусства. Поэтому тот марафон, который предложил Андрей Климов, является очень удачным решением. Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Важно показывать Россию во всем многообразии тех регионов, которые у нас есть. Ну а в этом смысле Пермь, как одна из индустриальных столиц России, конечно же, интересным европарламентарием. Это наша общая идея, на самом деле. Она родилась... Это не мнение некого Климова. Я вам честно скажу, что вообще-то Португалы нам предложили сделать в свое время. Идея шла от Португалии. Мы просто ее потом немножечко трансформировали. И здесь, как ни странно, видите, вот Латвия тоже, казалось бы, страна такая для нас непростая. Но, тем не менее, именно мэр Риги, Нил Ушаков, сам предложил в рамках культурной столицы Европы, Орега – культурной столицы Европы, начать маршрут через них по европейскому пространству. По словам сенатора Андрея Климового, детали проведения марафона, который призван показать единство культурного пространства Европы от Урала до Атлантики, еще будут обсуждаться в марте на заседании парламентской рабочей группы по культуре в Перми. Для Прикамьи и других регионов страны это возможность рассказать о себе в странах Европейского Союза, привлечь внимание потенциальных инвесторов, туристов и бывших соотечественников, живущих сегодня за границей. Ведь только в Страсбурге две с половиной тысячи человек считают русский язык родным. Но об эмиграции уже завтра. Дмитрий Кутявин, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта», Страсбург. Тема лазерной коррекции зрения активно обсуждается на многочисленных форумах и блогах. Чего только не узнаешь из сообщений доброжелательных посетителей сети. И вредно это, и неизвестно, что будет с глазами через 20 лет после коррекции. И все это, заметьте, анонимные пользователи. Так может, все-таки стоит прислушаться к опыту офтальмологов? Полина Рифа так и сделала. Алле Заякиной 25 лет. Последние 11 лет у девушки проблемы со зрением. У нее близорукость второй степени, осложненная астигматизмом. Линзы Алла не переносит, а с очками заниматься любимыми видами спорта проблематично. Вот и приходится зимой отказываться от горных лыж, а летом от роликов. На операцию Алла не решалась, пока не узнала о современной технологии коррекции зрения фемтолейсик. Операцию, где вместо ножа безошибочный фемтосекундный лазер, уже 5 лет практикуют в клиниках ТРИЗЕ. И недавно клиника открылась и у нас в Перми. Что мне еще нравится в этой технологии, вот допустим, я сегодня прооперироваюсь, завтра я уже работаю за компьютером. То есть мне не надо там восстановительный период, тут его нет. Тут всего 2 часа подождать, да, после операции. 10 минут на операции полежать, 2 часа подождать и, собственно говоря, все. На следующее время я работаю за компьютером, я сижу в интернете. Все, что хочешь, делай все. Перед операцией Алла проходит обследование в клинике. Данное состояние ее роговицы сканируется ультрасовременным офтемнологическим оборудованием. Так, действия фемтосекундного лазера программируются под параметры каждого конкретного человека. Диагностическое оборудование позволяет создать математическую модель операции и спрогнозировать будущее зрение индивидуально для каждого пациента. Лазер уже без рук хирурга, без всяких намеков на то, что пациент куда-то дернется, потому что специальные датчики создают 3D-модель глаза, и все это контролируется. Поэтому данный этап, он лишил возможности хирурга на ошибку, что позволяет реабилитировать пациента буквально через 2 часа после операции. Фемто-лазик сами врачи называют прорывом в лечении близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Операции делаются даже еще не рожавшим девушкам. Так, фемто-лазик за короткое время возвращают человеку все краски жизни. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». На прошлой неделе все новости, как ни крути, были о погоде. Сейчас вроде потеплело, но интерес остался. Раз так, рассказываем. Зима еще властвует, так что рано пермики обрадовались уходу экстремальных морозов. Конечно, антициклон немного ослабился в убдительность за счет теплого воздуха, который прорвался к нам из Атлантики. Но, по мнению синоптиков, не стоит ждать оттепель и ранней весны. Как-никак, февраль. Начиная со среды, антициклон снова возобновит свою деятельность. Но уже, правда, с меньшими усилиями. То есть, минус 30 перми не будет. Хотя, вероятнее всего, в пятницу температура будет уже ночью, возможно, будет 25-27. Однако, в выходные погода восстановится. И в субботу с воскресеньем снова будет повышение температуры до минус 15-17 градусов. Так что самое время для активных видов спорта. Лыж, сноуборды, снегоходов и просто прогулок на свежем воздухе. Как живется русским во Франции? Где на самом деле находилась загадочная земля Биармия? Почему ночной фитнес полезен? Где сегодня знакомятся пирамики? И как с пользой провести свободное время? Об этом завтра успевайте посмотреть. Ну, а сразу после вечернего вестника программа «Эх, дороги». Сегодня по ним колесит Денис Пальчиков. И, конечно, нам рассказывает, что он увидел и услышал. А я, Юлия Рогожникова, прощаюсь с вами до 9 вечера. Спасибо, что были с нами. Завтра в Перми минус 15-17 градусов. Облачно, возможен небольшой снег. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова